К другим темам. Неостыния. За прошлый год Новосибирской области заболело в два раза больше людей, чем в 2015-м. И сразу трем пациентам в регионе появились редкий диагноз синдром Сьюсака. Таких людей в мире всего несколько десятков. Лечение аутоиммунных заболеваний нервной системы в течение трех дней будут обсуждать в Бердске врачи из разных регионов страны. О том, как с этими болезнями борются медики и как живут пациенты, знает Наталья Цопина. Сегодня Александра Михайлова пишет слова благодарности врачам областной больницы. Говорит, в других клиниках диагноз не могли поставить в течение семи лет. Медики объясняют, на момент появления первых симптомов заболевание даже не было описано в литературе. Как говорят доктора, что это вообще большая загадка. Загадок у тех, кто занимается аутоиммунными заболеваниями нервной системы, немало. Появляются новые диагнозы, чаще встречаются старые. Диагностировано как никогда. Почти 50 человек новых смес, не новых больных. До этого у нас было 20, максимум 30. То есть у нас просто в этом году такой рекордный по больным миостеям, причем больным пожилым после 60 лет, которых лечить трудно, которые болеют, естественно, еще со всякими соматическими заболеваниями. Но чаще всего, как и раньше, встречается рассеянный склероз. Его теперь диагностируют на ранних стадиях. О методах лучевой диагностики сегодня рассказывают в Бердске на научно-практической конференции. Меняется техника, появляются новые современные аппараты, хорошие полуторатусловые и трехтусловые аппараты, которые позволяют видеть очень досконально все изменения, которые встречаются именно при этом заболевании, и которые позволяют отдифференцировать это заболевание от других патологий, которые могут клинически проявляться похожей симптоматикой. Современных медикаментов немало, но врачи во всем мире уверены, в лечении рассеянного склероза будущее за персонифицированной медициной. В лечении разрабатывают и инновационные препараты. Сейчас ведутся работы совместно с генетиками, потому что рассеянный склероз является генетическим заболеванием. Это не какой-то один ген, это разные участки разных генов, которые у каждого пациента, это своя комбинация, которая отвечает за развитие и за тяжесть течения данного заболевания. Причины разные, результат один. Иммунная система расценивает свои клетки и ткани, как чужеродные, и атакует их. Пациенты вспоминают, каждый, услышав диагноз, задавал вопрос, «Почему я?», чтобы поддержать людей с рассеянным склерозом, создали общественную организацию. Человек, получивший диагноз, он не становится один, даже если он живет спокойно и нормально, с ощущением, что всегда есть куда обратиться, есть куда посмотреть, зайти на сайт, увидеть рассказы, как люди живут. Простые примеры. За это время много людей больных, которые создали семьи. Название конференции, аутоиммунные заболевания нервной системы, вопросы и ответы. Пока, признаются врачи, вопросов больше. Но впереди еще два дня для того, чтобы обсудить их вместе. Наталья Цопина, Сергей Жданов, Александр Ведерников. Новости ОТС.